Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодняшняя программа посвящена 90-летию Московской области, которую мы отмечаем в этом году. А это значит, говорим и об истории, и о настоящем, и о будущем. И вот сегодня и о настоящем, и о будущем, как бы сливаются в таком едином направлении, мы поговорим с Татьяной Николаевной Мельник, главным врачом Московского областного центра охраны материнства и детства. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Добрый день! Татьяна Николаевна добиралась к нам сегодня прям с таким огромным грузом, потому что вы видите, что и на столе у нас в студии, и здесь в студии находится так называемая, я специально записал, чтобы ничего не перепутать, «Подарочная коробка, я родился в Подмосковье». Все верно? Но для того, чтобы подойти к этой коробке, история начинается с очень интересного, ну что ли, момента. В одной из наших программ мы с вами встречались, и вы рассказывали, и очень так заинтересована, как это и подобает хозяйке, прямо скажем, вот этого областного центра, о том, что любая женщина, которая собирается родить ребенка, она вправе выбирать, где рожать ребенка, иногда даже вправе, как рожать ребенка. И вот эта проблема, наверняка, когда человек живет, ну, рядом с таким центром, как Москва, что-то ему подсказывает, а может, не ему, а женщине, а родственники, друзья, родные, близкие, давай, езжай в Москву и будешь там рожать, потому что там наверняка лучше. Даже не обращаясь к вам, даже не зная, что ты сначала сходи, то, что рядом с домом. Вот на сегодняшний день, что вы можете сказать, жители городского округа Люберцы предпочитают рожать здесь, или все-таки по-прежнему куда-то уезжать? И если уезжают, то по каким причинам? Вы знаете, сегодня женщины нашего Люберецкого округа, и не только округа, у нас ведь Московская область, она разделена на медицинский еще округа. И к нашему медицинскому округу, третьему медицинскому округу относится Раменский район, город Жуковский, город Бронец, Лыткарин, Дзержинский, Котельники. И сегодня женщины предпочитают оставаться и рожать у нас, и это очень хорошо. Ну, во-первых, очень много поменялось в нашей работе, и мы очень активно немножечко меняем подход к нашей работе. И начинается это с самого начала, когда беременная женщина становится на учет в женскую консультацию. Вот расскажите, потому что это самый интересный момент, и для многих, кстати, наших зрителей, которые могут нас смотреть не только в городском округе Люберца, а в любом из тех регионов, которые вы назвали. Вот человеку надо, женщине, семье, да, они понимают, что пришло время. Как это все происходит? Вот они приходят к вам, и? Сейчас в каждой женской консультации есть кабинет постановки на учет. То есть женщина, которая предполагает, возможно, что у нее имеется беременность, или подозревает о том, что есть беременность, она может прийти в этот кабинет первичной постановки на учет и без записи предварительной, без очереди. Что называется, она проходит мимо женской консультации, думает о том, ну, дай-ка забегу, ну, посмотрю, так это или не так это. Она может совершенно спокойно зайти в женскую консультацию и подойти в этот кабинет первичной постановки на учет по беременности. Если все-таки беременность есть, и женщина планирует рожать этого ребенка, конечно, хотелось бы, чтобы наши женщины все рожали. Да, безусловно. Мы, конечно, все против абортов и боремся, и только за то, чтобы наша численность населения росла в нашем государстве. И на нашей планете. Поэтому женщина становится на учет по беременности, и в этот же день на нее заводят всю медицинскую документацию, прям буквально сразу. В этот же день есть возможность сдать какие-то анализы. Ну, наверное, те анализы, которые не нужно строго натощать, например, там, специфические. В этот же день ее прикрепляют к участковому врачу, к шерогинекологу. Причем она может выбрать себе врача. Некоторые женщины что-то слышали о докторах, что-то знают о докторах. А если даже не знают, ей посоветуют врача. Это ее индивидуальный доктор. Более того, женщине подбирается индивидуальный врач в родильном доме. У каждого доктора... То есть тот врач, который в итоге будет принимать роды. Который будет вместе роды. Конечно, это и то же. То есть мы женщину передаем, как золотое яичко, из рук в руки. Также доктор женской консультации предлагает на выбор любого врача родильного дома. Некоторые женщины знают доктору. У кого-то рожали, о ком-то слышали, о ком-то знают. И они уже целенаправленно говорят, вот дайте мне такого доктора. Дается сотовый телефон доктора. Даже не городской, а не рабочий. Только сотовый телефон. Личный. Личный. Это связь. То, что раньше было себе сложно представить даже. Это связь круглой сутки. Женщина приходит в родильный дом, знакомится с доктором. Они должны увидеть друг друга. Доктор посмотрит ее. Может быть, что-то нужно сделать уже на уровне родильного дома. Может быть, нужно женщине посоветовать ей госпитализацию заранее. То есть дальше уже женщина из рук врача женской консультации передается в руки врача, акушерогинеколога, непосредственно стационара. И с этим врачом женщина вступит в роды и будет рожать. Вот такая система сейчас, вот такого индивидуального подхода. Вот мне, кстати, кажется, что наверняка вы уже над этим работаете. Все замечательно. Наверное, для того, чтобы это следующий этап. И, кстати, этим уже сейчас пользуются всевозможный интернет, как скажем так, медицинский интернет-поисковики, назову это так, где врачи, да, фотография, свод, что он умеет делать, какие у него заслуги, где он работал. Все-все-все-все-все-все. Вплоть до того, что там может быть три фотографии. То есть, возможно, следующий этап – это когда все эти врачи, которых, вот вы, как говорите, кто-то знает, кто-то не знает, что можно посмотреть. Ну, то есть, грубо говоря, придя к вам, уже благодаря интернет какой-то, странице, да, можно выбрать себе врача. И это, кстати, может сократить время приема и так далее. Мне кажется, что такая идея есть. Вы знаете, у нас на сайте фотографии врачей все есть, и вся информация врачей есть. Но более того, во всех женских консультациях сейчас на телевизорах, на мониторах постоянно крутятся ролики. Ролики о родильном доме, о работе родильного дома, о разных структурах, и в том числе фотографии всех врачей, фамилии, имя, отчество и все регалии. И женщины, которые находятся в женской консультации, они могут уже визуально хотя бы. Мы же понимаем с вами, что если человек только предполагает, или только, ну, он... Кстати, некоторые, может быть, и бросятся в интернет. Да, что-то почитать потом. Это, кстати, небезопасно, согласитесь? Иногда, может быть, просто, знаете, врач приглянулся. Тоже такое может быть. А как-то этот сайт называется, где вот именно все эти врачи? Это наш сайт. Сайт нашей больницы. Сайт вашей больницы. Да, женщины заходят на наш сайт, они смотрят наш сайт, они знакомятся с докторами. Тогда все отлично. Ну, и вернусь к своему первому вопросу. Вроде так сейчас все хорошо, но по-прежнему все-таки кто-то уезжает. И раньше почему-то уезжали. Почему уезжали, например, в Москву? И как проценты эти соотношения меняются сейчас? Вы знаете, мы проводили такой анализ, мониторинг причин, по которым женщины уезжают. Мы подняли 62 амбулаторные карты. Это те женщины, которые родили в Москве. И 62 женщины, мы их всех обзвонили. В этом я тоже принимала участие. Я тоже звонила женщинам. Да. Мы сидели, в общем-то, как бы втроем. На троих мы разделили тех женщин и обзванивали. И писали причину, по которой женщина рожала в Москве. И получилось, что на первое место у нас вышли женщины, которые ездили в Москву как раз за подарочной коробкой. О которой сейчас поет речь. О которой сейчас мы поговорим сейчас об этой коробке. У нас на тот момент ее не было. И 62% женщин, это больше половины, ездили за подарочной коробкой. Это материальная составляющая все-таки. Ну, как бы да. Как ни крути. Да, составляющая. 19% женщин, это женщины, которые хотели, чтобы в свидетельстве о рождении было написано город Москва. Хотя я, например, особенно не понимаю, что это может в дальнейшем дать. Но, по-видимому... Может, какие-то другие льготы? Ну, льгот это никаких не дает. Но, тем не менее, какие-то, наверное, мысли у женщины есть. 12% это женщины, которые уже рожали в Москве. Первого ребенка или второго ребенка. И они как бы идут уже по этой же дорожке. Тот же врач, та же... Да. 11% это женщины, у которых родственники или знакомые работают. Мы же всегда тоже ищем каких-то родственников, знакомых, кто-то работает. Они едут туда, где работают эти. Ну, и остальное там разное. Разное. Да, разное, по которым причины женщины едут в Москву. Вот. Но сейчас уже женщины повернулись как бы к нам. Потому что в Подмосковье, вот начиная последние буквально 3-4 месяца, мы сделали массу программ и перестроили свою работу так, чтобы, в общем-то, наши женщины ездили рожать к нам. Потому что у нас открылись 5 прекрасных перинатальных центров. У нас сейчас все родильные дома великолепно оборудованы. У нас абсолютно не хуже врача, даже, возможно, и лучше. Вот у меня тут сразу такой возникает вопрос. Я прям, знаете, как вот рисуешь себе такие красивые картинки. Вопрос. Деньги откуда? Откуда у вас такие возможности? Деньги выделяют правительство Московской области. То есть правительство Московской области пошло на то, чтобы решить это. Чтобы решить вопросы. Но это же не маленькие деньги, скажем так. Да, это деньги не маленькие. Даже вот эти подарочные наши коробки, плюс еще выплаты, это достаточно большие деньги. И тем не менее правительство Московской области, губернатор наш Андрей Юрьевич Воробьев, это его программа. Он гордится этой программой. Это вот его личная такая программа, которую он очень курирует. Он ее очень контролирует, эту программу, ратует за нее. И мы с удовольствием воплощаем в жизнь эту его программу. Да, это деньги немалые, но тем не менее правительство выделило это деньги. Я так понимаю, что это же не окончательный еще, так сказать, этап. То есть еще как-то это будет все поддерживаться. Сюда же входит и зарплата персонала, врачи, сестры, сестры. Это повышение заработной платы, доведение их до уровня президентский. Это, кстати, и выплаты стимулирующего характера как раз вот за то, что вот эти все методы, о которых я говорила, внедрение их в практику женских консультаций в родильных домах. То есть если врач прекрасно ведет женщину на этапе женской консультации, и к нему идет много женщин, потому что, ну, все популярен, он популярен. Этому врачу мы назначаем выплаты стимулирующего характера. Отлично. Если врач в родильном доме тоже популярен, как мы говорим, звезды наши, да, и на эти звезды идут, очередь стоит, и эти врачи на расхват. Этим врачам тоже идут выплаты стимулирующего характера. Но, с другой стороны, если будет много людей, то этот же врач, ну, устанет как-то, мягко говоря. Ну, вы знаете, мы справляемся. Справляемся. Да, мы справляемся. А что с теми врачами, которые не состоялось? Ну, они должны себя совершенствовать и тянуться за теми, которые... Либо искать новую работу. Ну, новую работу может быть, но, во всяком случае, это хороший стимул для повышения своей квалификации и учиться у тех, кто на самом деле является высококвалифицированными, популярными и хорошими, достойными докторами. Во второй части мы конкретно поговорим про замечательную подарочную коробку. Здесь очень много интересного. Но прежде чем мы сделаем небольшой перерыв, эта программа, она находится сейчас на этапе становления. Это начальный этап, это средний этап, или это уже какой-то завершающий этап? Эта программа находится как бы в начале в своем. Но до начала этой программы, она началась 1 сентября у нас, шел очень большой подготовительный этап. Готовили медицинский персонал. Вплоть до того, что с медицинским персоналом работают психологи. Это речевые модули, это непосредственно занятия, это тренинги со всем медицинским персоналом. Начиная вот от санитарочки, заканчивая главными врачами. Да, вот нас просто... Что, и выходили на монеты? Конечно, и выходили на тренинги. А что такое речевой тренинг, интересно? Речевые тренинги, это речевые модули, которые вот возникают какой-то ряд вопросов, на которые нужно правильно ответить. А, я вас понимаю. Грамотно, правильно. Если человек не знает, медицинский работник, нужно грамотно, правильно эти вопросы переадресовать на другого. Так, чтобы и женщине было понятно. Чтобы, не дай бог, ее не обидеть. Ну, потому что, да, это сложный такой этап. И навстречу. То есть мы сейчас как бы все перестроились на то, и перестраиваемся максимум пациент-ориентация. В общем-то, мы всегда к нашим женщинам относились хорошо. Но главное, что вы в начале пути уже столько много сделано, а еще сколько предстоит сделать. Сейчас мы делаем небольшую паузу. Напомню, что это программа «Открытый диалог». И во второй части мы поговорим, судя по всему, о том главном моменте, которым много, вот его недоставало многим женщинам, которые собирались родить ребенка. Они уезжали в Москву, потому что там была подарочная коробка. А теперь подарочная коробка есть и у нас. Обо всем этом подробнее через несколько минут. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. А в студии у нас Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. В первой части мы выяснили, что раньше некоторые дамы, милые дамы, уезжали рожать в Москву. И не столько, чтобы поставить там, так сказать, печать, что город Москва, а именно потому что там подарки были лучше. И вот сегодня Татьяна Николаевна приехала к нам с огромной подарочной коробкой. Я, честно говоря, захотел родиться вновь. Потому что, конечно, это очень такая приятная история. Вот об этом мы сейчас поговорим. И у Татьяны Николаевны есть тут целый сборник всяких инструкций. И расскажите нам. Во-первых, сами дошли до этой идеи, подсмотрели, как это все рождалось, вот эта идея подарочной коробки. Ну, скажем так, немножко подсмотрели. Потому что подарочная коробка – это первый регион, который начал выдавать подарочные коробки. Это была город Москва. Сейчас эта программа есть в Питере, в Санкт-Петербурге. И эта программа стартовала 1 сентября у нас в Подмосковье. Программа называется «Стать мамой в Подмосковье». И я родился в Подмосковье. И женщины очень довольны наши. То есть, в общем, попали, что называется. Попали, сделали женщинам, в общем-то, облегчили им немножко жизни. И вот такую комплексную услугу. Что это такое? Значит, уже в течение двух лет в каждом родильном доме у нас работают органы ЗАГСа, которые занимались тем, что они регистрировали наших деток, рожденных в родильных домах. То есть, не выходя из родильного дома, органы ЗАГСа регистрировали новорожденных детей. Мамочка выходила не со справкой о рождении, как раньше, она выходила с первым паспортом ребенка, свидетельством о рождении. Не нужно было бежать в ЗАГС или кого-то посылать родственникам в определенный день, в определенный час, чтобы они там стояли в очереди. Она уже выходит с документом. Сейчас эта комплексная услуга включает в себя не только регистрация. Это выдача ребенку полюса обязательного медицинского страхования, присвоение ННН ребенку. Тут же, сразу же? Тут же, сразу же. Прикрепление ребенка к детской поликлинике. То есть, ребенок уже во всех компьютерах в детской поликлинике. Это постановка ребенка на очередь в детский сад. Ребенок еще в роддоме. Его уже ставят на очереди в детский сад. Это выдача маме справки для получения денежного пособия на рождение ребенка. Выдача справки на получение мамочки, которая второй раз рожает, получение материнского капитала. И подарки. Значит, подарки заключаются в том, что по желанию женщина может выбрать себе подарочную коробку, с которой я сегодня приехала к вам в студию, или же, как альтернатива, это денежная компенсация в сумме 20 тысяч рублей. Но мне хочется сказать, что эта коробка вообще сделана, вот вы знаете, очень грамотно. Кто занимался этой коробкой? Кто принимал участие в ее составе? Была создана рабочая группа, я тоже была членом рабочей группы. Мы очень долго формировали, мы подбирали, мы спорили, мы отстаивали. Ну, в общем, это была достаточно такая работа коллегиальная. И педиатров, и акушеров-гинекологов, и социальных работников. Принимали участие женщины родившие. Они тоже были в рабочей группе, дали много советов. И в конечном итоге, вот я считаю, что мы сформировали очень хороший подарочный набор, куда входит 53 предмета. Причем эти предметы не только вот на первое время, в особенности для первобеременных женщин, первородивших, которые пришли, но и что-то еще не купили. Для них там есть все. Это и предметы ухода за ребенком. Вот вы видите, часть этих предметов мы все не вытащили, иначе тут целая зарабана. Я вижу, шампунь, наверное. Тут шампунь, мыло, масло, присыпки, всякие ватные тампончики, палочки. Для первых бань. Пипетки есть. Даже есть маленькие ножнички для обрезания ноготков. А можно посмотреть? Да, конечно. Это более красочное. Давайте я вот скажу, значит, здесь у нас шампунь детский, с экстрактом даже ромашки. Все как положено. Значит, мазь, потом есть гель кремовый детский для купания. Это все то, что здесь соответствует нормативам. Крем детский. Некоторые до сих пор еще пользуются детским кремом. Вот присыпка детская. Вот все, что необходимо. Во-первых, хочу обратить внимание, все это в упаковке герметично. Все это упаковано, в герметической упаковочке, все. Плюс ко всему, здесь очень много всяких вещей, которые необходимы для ребенка не только сейчас, но даже на вырост. Вот я даже хочу продемонстрировать такой очень красивый конвензу. Шапочка, варежки. Ну, это уже где-то ближе к годику, наверное, будет. Это уже гулять, гулять. Да, это уже гулять, причем это очень красиво, очень качественно сделано. И вот среди всех эти все вещи ращены так, что вот на новорожденного ребенка, а ребенок имеет тенденцию, что он растет не по дням, а по часам. То есть здесь вещи на вырост. И в течение года что-то есть для ребеночка обязательно. Конечно, родители все равно что-то будут докупать, потому что каждая мамочка хочет что-то с бантиками, с пуговичками, что-то с картинками. Ну, это какая-то базовая комбинация. Но вот базовая комбинация есть. Кроме того, здесь предметы ухода для мамочки есть. Это обработка из сосков, и даже есть кремы, как профилактика растяжек. То есть, ну, на животе после рода. То есть как бы продумали все. Мало того, бутылочки, соски, сборник саженого молока для замораживания этого молока, подогрев молочка в бутылочке, то есть аппарат для подогрева этого молока. То есть, ну, как бы даже игрушки, и те включенные сюда. Здесь есть развивающие игрушки. И кроме всего, эта коробка послужит потом ребенку, чтобы сложить сюда игрушки, или мамочке, чтобы сложить какое-то белье или какую-то одежду. Она на колесиках, она с хорошей ручкой. Ее можно совершенно спокойно передвигать с места на место. Машину можно забрать, поехать куда-то. Совершенно спокойно в машину. То есть, ну вот, я считаю, вот такой подарок новорожденному ребенку, он придется любой мамочке, кстати, и никогда не будет лишним. И те женщины, которые вот говорят, что у нас от первых детей что-то осталось, я думаю, что вот эти вещи ни в коем мере не будут лишними. Они им очень пригодятся, тем более, что это все уже более такое современное. Цветовая гамма спокойная, пастельная, для того, чтобы... Ну, такая нейтральная. Нейтральная. Совершенно верно, нейтральная, чтобы она и для мальчиков, и для девочек. Если женщина рожает двух детей, и выдается две коробки. Две коробки. Или 40 тысяч. Или 40 тысяч. Или 40 тысяч, да. Если трех детей, то три коробки, 60 тысяч. Задумайтесь, пожалуйста, над этим. То есть, наш губернатор, наше правительство Московской области как бы сделало вот такой вот шаг навстречу женщине. Кроме того, женщине выдается вот такая вот там же, в этой коробке, находится вот такая вот очень хорошая папка. Мои первые документы. Мои первые документы. Я родился в Подмосковье. Да. Значит, в этой папке находится вот такой маленький сертификат, где написано, какие прививки и в каком возрасте ребенку нужно делать. Вплоть до того, что мамочка здесь отмечает, какое число, какая прививка. Можно посмотреть, да. Пожалуйста. Прямо интересно. Это такой календарь для того, чтобы мама знала. Здесь находится вот такой очень хороший, называется дневник для мамы. Который может вести его. Да. История нашей жизни. История жизни, которая начинается... Это как до фотографии, я смотрю. Это я. Меня зовут... Да, да, да. Да? Да. Дата моего рождения такая-то, время рождения такое-то. То есть вот тут первое, что записывает. Вы знаете, мне мои родители хранили вот всю жизнь, и у меня сейчас этот альбом, который назывался «Мой ребенок». Это было очень много лет назад. Но тем не менее, у меня есть альбом, где мои мама, папа писали первый крик, там первый шаг, первый зуб, когда я сказала «мама» или «папа». То есть вот это до сих пор есть, и это так трогательно, когда берешь вот этот альбом и читаешь, когда же ты сказал первое слово, и когда у тебя первый зуб прорезался. Поэтому вот этот вот дневничок такой, он будет храниться, и когда ребенок вырастет, для него, конечно, это будет очень интересно. Кроме того, здесь имеется такой путеводитель по Подмосковью для молодых родителей. И что ли? Здесь дается максимальная информация о том, какие где в Подмосковье находятся детские поликлиники, взрослые поликлиники, женские консультации, реабилитационные центры и так далее и тому подобное. Здесь дается первые документы, которые нужно заводить для малыша и в дальнейшем. Здесь очень много юридической информации, а именно, что, какое количество денег женщина получает, то есть сумму, которую она должна получить, пособие на рождение ребенка. Мама-одиночка, многодетная мама, то есть все, что касается наличия льгот, какие льготы может иметь мама при рождении одного, двух, трех. Меры социальной поддержки. То есть вот я всегда говорю женщинам на дне открытых дверей, я говорю, вот вы будете гулять с колясочкой, возьмите с собой и почитайте. Здесь очень много на самом деле полезной информации. Причем она достаточно краткая и очень информативная. Доступная, да. Доступная, информативная. То есть вот такая вот папочка, она очень, скажем так, вот много дает мамочке быстро-быстро-быстро все узнать, и не нужно где-то в интернете, она все узнает в этой папочке. Потом эту папочку еще можно подарить полностью. Да. На 50 лет так открыть папочку. И посмотреть, конечно. Я родился в Подмосковье. Я родился в Подмосковье. Я думаю, что в принципе это хороший тренд такой, хороший бренд. Но мне хотелось бы еще сказать нашим женщинам, пользуясь случаем, что у нас есть единый телефон единого колл-центра, где вас переключат на любой родильный дом в Московской области. Называется он «Стань мамой», да? Да, «Стань мамой». Центральный офис у него находится в перинатальном центре города Нарафаминска. Но если, например, туда позвонят на этот единый номер 8 800 550 03 30, и женщина будет интересоваться, например, родильным домом в Люберцах, или в Щелково, или в Балашах, или в Железнодорожном, или в Раменском, автоматом переключают. И там работники колл-центра, администраторы с 8 утра до 8 вечера ответят на любые вопросы. Давайте еще раз напомним номер телефона. Значит, номер телефона 8 800 550 30 03. Это единый колл-центр. Туда можно звонить с 8 утра до 8 вечера. Мы ждем звонки, и вы можете спросить, можно ли переключить на Люберца и все узнать про наш родильный дом, и в том числе медицинские вопросы. Даже если работники колл-центра не смогут тут же дать, они записывают телефон, они дадут телефон какому-нибудь доктору, если это касается медицинской части, и женщина по-любому получит ответы на все свои вопросы. Ну, я вижу, что у нас тут еще есть подарочный сертификат на посещение бассейна. Да, у нас в родильном доме. Мы, кстати, единственные в Московской области, потому что мы имеем такую возможность. Все дети, рожденные у нас в Люберецком родильном доме, осматриваются травматологом-ортопедом детским, осматриваются хирургом детским, и мы всем выдаем вот такой вот подарочный сертификат на три бесплатных посещения бассейна. Этот бассейн находится в детской поликлинике номер 2, которая находится на улице Мира. Там прекрасный детский бассейн, там работают очень хорошие инструкторы, и мамочка может прийти с новорожденным ребенком, с ней поплавают инструкторы, научат ее, как плавать ребенку в ванночке, в большой ванной. Глядишь, пловец или пловчиха получится. Ну, во всяком случае, здоровье приправится ребенку. Да, это самое главное. Так что приходите к нам в родильный дом, мы всегда рады. Приходите и рожайте. Рожайте как можно больше, мы всегда рады, и я всегда говорю, никогда не будет так, чтобы не хватило тарелки супа третьему, четвертому или пятому ребенку. Это счастье, когда за столом собирается огромная семья, много детей, а впоследствии, представьте себе, сколько будет внуков и правнуков. Какая будет огромная семья, это счастье. Вот такой был неожиданный сегодня эфир, неожиданный с точки зрения, что вот есть такая подарочная коробка, и мне кажется, вы узнали много, много, особенно те, кто планирует стать мамой. Вот, а так как вы сказали, что вы в начале пути, значит, мы вас ждем еще с новыми какими-то идеями и предложениями для мам будущих, мам нынешних и мам, значит, которые уже там первый, второй, третий заход. Поэтому спасибо вам огромное. Напомню, что в студии у нас была Татьяна Николаевна Мельник, главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.